Приветствую вас, люди! Ну что ж, вчера, наверное, вечером или даже ночью вышло второе дополнение для игры Far Cry 5 под названием... Давайте я покажу. Под названием «Потерянный на Марсе» или же «Пленник Марса», как его перевели. Но название будет на английском, то есть «Lost on Mars». Так вот, дело в том, что дополнение рассчитано на 4 часа как минимум, в отличие от «Hours of Darkness». Все так получилось, то что это дополнение можно было пройти за 20 минут, но все его проходили за полтора часа. Я его прошел минут за 50, наверное. Поэтому я не знаю, сколько тут будет побочных заданий и выполняли ли их зарубежные ютуберы, но я, как вы знаете, не любитель этого, когда прохожу что-то для канала, поэтому я постараюсь для вас за один сегодняшний день выложить полное прохождение дополнения «Пленник Марса» для 5-го Far Cry. Потому что сегодня вечером мне будут винду переустанавливать, и мне нужно отделаться от этого долго, что ли, скажем так. Ну ладно, давайте начинать. Новые... Ой-ой-ой, как страшно-то. Новая игра, уровень сложности... А, средний. Какая разница? Я понимаю, что я снова опоздал с новинкой на день, но... Извините, я на работе был вечером. У меня не было времени записать для вас прохождение. Да, кстати, снова записываю рабочий стол, потому что в игру все еще не встроена функция записи с бандикамом, которым я записываю. Такая же проблема была с Фульфенштейном вторым и с некоторыми старыми играми, включая модификации GTA Vice City. Поэтому, если вы будете видеть небольшие фрезы, то не обращайте внимания, это все потому, что снимается окно рабочего стола. Ну, типа, игра в окне без рамки, и... Ну, вот как-то так. Наверное, лучше не объясню, правда. И... Очень долгая загрузка идет. Неимоверно долгая загрузка идет. Окей. Наверное, прогрузка мира идет, или что-то вроде этого. Да, кстати, я не забыл про Red Faction Guerrilla Remastered Edition. Я буду тоже проходить, кстати, игра же тоже на Марсе, да? Remastered. Edition. Наверное, почему-то воспоминаниями, когда я проходил для канала Unreal Tournament 3. Первый раз проходил игру полностью. Что за фигня? Как-то долгая загрузка идет, нам так не кажется? Что еще у нас с Марсом ассоциируется, пока вспомню? О, Doom 4. Тоже с Марсом ассоциируется. Очень жду второй Doom. Ну, Doom 2, Doom 5, называйте как угодно, короче. О, вроде... Что-то пошло. Да. Нет. Ну, это троллинг уже. О, все. Пошла картинка. Видеоролики такие же, как в первом дополнении. В виде комикса построены. Говорит, не край. Здорово, это Хёрт. Чем занят? Эээ, так, делаю кое-что для жены и дочки. Ясно, круто. Кру-кру-круто, спору нет, послушай. Помнишь, несколько лет назад мы с тобой надрались адского пояло в крыльях любви? И ты обещал мне, что если однажды какая-нибудь горячая штучка свободных взглядов из головой на плечах заблазнит меня и увезет в дальние страны, ну, ты придешь и спасешь меня? Ну, смутно. Что ж, братюня, собирайся, потому что время пришло. Мать твою! Чёрк, мне вообще-то некогда. Чувак, ты же обещал. И что для тебя обещание? Священный договор, который... Эй, Брис, пошла тупая корова. Чёрк, слушай, твоя беда может подождать до завтра? Увы, нет, с большой буквы Н, дружище. Это один из тех вопросов жизни и смерти, которые мне приходится решать не по своей виде. Ладно, ладно. Я помогу. Куда приехать? Довольно далеко. Но не бойся, ты окажешься там в два счёта. Вот сейчас не понял. Чёрк! Что за... Держися, постарайся не наблевать. А если у тебя есть пиво, захвати с собой. Чёрк! Да что тут происходит? О, нет! Нет, 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 нет! А ну, завязывай! Ну, на черт! Стабильность камеры критическая. Стабильность системы критическая. Уживание критических. Требуется перезагрузка. О, господи! Врать не стану, у меня были сомнения, что это сработает. Надеюсь, скафандр нигде не натирает. Что тут происходит? Хёрк? Хёрк, ты где? Расслабься, всё в порядке. Ну, не совсем. Всё вообще не в порядке. Срочно двигай в ту дверь, я потом всё объясню. Ну, знаете, начало довольно интригующее. Итак, пленник Марса. Первое задание. Найдите Хёрка. Пойдём. Ого! Что за... Гравитация. Что это за место, Хёрк? И, точнее, её отсутствие. Что здесь делаю? Слушай, братан, не всему в жизни есть логическое объяснение. Иногда вот так без предисловия оказываешься на космической станции. Просто смирись с этим. Лады? Ни хрена себе. Что меньше слов, больше дело, Николас. Потому что если ты нас не спасёшь, мы все умрём. Что? Я? О чём ты мать твою говоришь? Клянусь, увижу, надеру задницу. О, успехов! Помните, для тех людей, кто смотрел моё прохождение пятого Фаркрая. Помните, такой мемас у нас появился локальный на канале под названием Ник всё починит. Так вот, походу, ситуация накаляется. В этот раз Ник опять должен что-то починить. Чтобы спастись. Хёрк! Еба! Твою мать, Хёрк! А где тело? Твою мать! О, да, чел, я тоже очень рад тебя видеть. Да, я знаю, о чём ты думаешь. Где мой Хёрк? И хотя ответ на этот вопрос безусловно важен, есть другие дела. Первонаперво объясню, что происходит. Ты теперь на Марсе. Ура! Так, представь, что я простёрг тебе руки, чтобы успокоить тебя. Зачем ты на Марсе? Чтобы спасти Землю. От чего? От вторжения пришельцев. Да-да, ты не ослышал сам, Нига. Буду откровенен. Непосредственно спасать Землю будем не мы с тобой, разумеется. Это будет Рина. Да, да, та Рина. Сверхразумный ИИ, о котором всё долдонил Ларри Паркер. Помнишь? Одна проблема. Инопланетяне захватили всю планету и что-то натворили с её сетью, чувак. И она схлопнулась. И нам надо её вернуть. Как нам снова превратить Рину в прекрасную спасающую Землю-бабочку, спросишь ты? Надо найти энергомодули и с их помощью запитать терминалы в её сети. План надёжный, не ссы. Но надо торопиться, чел. Вон там есть парочка энергомодульных хрени. Я всё покажу, тащи их. Энергомодули? Вторжение пришельцев? Какого хера я об этом не просил? Слушай, мне реально жаль, чел, но ты не единственный, чья жизнь перевернулась с ног на голову по невероятным и очень подозрительным причинам. Глянь на меня. Если тут и есть жертва, так это херпстан. Не втягивай меня в это. Я хочу вернуться к семье. Не, не выйдет, чел. Мы потратили всю энергию, чтобы вытащить тебя. К тому же, если не врубим Рину, тебя некуда будет возвращаться. Чё за хрень происходит вообще? Так, ладно. Энергомодуль номер один. Энергомодуль номер два. Да, это он, это энергомодуль. Теперь вставляй его в терминал. Окей. Ты затащил меня сюда, на Марс, чтобы включить электричество? Ну, знаешь ли, это без героини продалбывается. Восстановлено. Энергомодуль необходимы для активации терминалов. Ник, это Рина. Рина, мой брат Ник. Привет. Николас Рай. Ты последняя надежда Земли. И я тоже, да? Древняя раса арахнидов угрожает вашему миру. Арахниды, блядь. С твоей помощью я могу остановить их. Да, Хёрт мне всё рассказал. Активируем терминалы, восстанавливаем питание, останавливаем вторжение пришельцев. Может, я что-то пропустил? Нет. Почему ты спрашиваешь? Не знаю. Как-то слишком просто для такой непростой миссии. Я ожидал чего-то большего. Нет. Всё достаточно просто. Ладно. Все системы активны. Займёмся телом. Тебе понадобится что-нибудь для защиты, чел. Видишь зелёные бочки? Бери то, что в них. Когда-нибудь это обучение закончится. Да, я знаю, что это напоминает космос первому. Эта штука творит чудеса. Самих инопланетян. Какой только хрени она не делает. Угу. Как закончишь, неси космос первому к 3D принтеру. Я покажу тебе фокус. Бля. Кошмар. Куда-сюда, что ли? А, нет. Используйте 3D принтер. А, это, я так понимаю, оружие доставать. Ну, это понятно было. Здесь исполняются самые безумные желания. Готовых шаблонов немного, но по мере восстановления я смогу извлекать новые чертежи с базы данных. Понял. То есть надо лутать бочки, чтобы... Ну, это своеобразный картридж для этого 3D принтера. Я понял. Так, лучевые пушки у нас тут есть. Винтовки. Я, наверное, в них буду не особо шарить, потому что это местные, но я так понимаю, третьи в каждом списке это самые лучшие, судя по статам. Потому что вот, например, у этого урон вообще 10, но дальность 2. А у этого урон 8, дальность 8. Ну, ладно, я не прав. Наверное, все-таки вторая вот тут получше будет. Ну, короче, не имеет значения. Так, предметы. Продлеватель жизни. Восстановите центр трансференции, чтобы открыть доступ. Так, ну, короче, тут куча предметов всяких. Можете понаблюдать, посмотреть. Я так понимаю, чтобы их открыть, нужно выполнять дополнительные задания, но мне похер. Так, поехали. Ну, обрубился? Космос-перма равно пушка. Круть! Да. По мере восстановления моих систем, я смогу предоставить больше средств для уничтожения всех форм жизни, стоящих у нас на пути. Ясно. Что значит всех форм жизни? О, будем снаружи, увидишь. Будем? Ага, я не позволю, чтобы вся слава за спасение мира досталась тебе. Давай, хватай мою башку. Дела ждут. А, мне еще голову херка надо подбирать, окей? Ой, блин. Можно я проснусь уже? Держись, Николас. Тебя ждет полный вынос мозга. Я уж понял. Потерянный на Марсе. Или застрявший на Марсе. Как-то так. Ну, превьюх, кстати, вот это клевое. Моя антенна разбросана по территории. Активируйте их. Это восстановит мои основные функции и поможет вам в вашем путешествии. Не парься, это ведь Марс. Сечешь? Стой, стой, стой. Не наступай туда. Куда? На песок? Доступная информация о разведчиках. Чтобы узнать больше, перейдите в меню обучения. Ой-ой. Стреляй, стреляй! Ну! Не урони меня, я без защиты. Ебать. Так это реально арахниды, что ли? Держу в курсе. Арахниды это, короче, пауки такие. А у меня арахнофобия, если что. Ну, это будет интересно, но... Мы не найдем другие энергомодули, пока не зарядимы. Гемолей. А, да спасибо, я понял, что можно оружие печатать на них. Слушай, здесь все не настолько продвинуты, как в Монтаге. Прошу прощения. Я уже чувствую проседание кадров, если честно. Ну, потому что не могут оптимизировать по-нормальному 5-й Far Cry для ПК для тех людей, которые ведут запись своего рабочего стола. Это просто суперски. Ведь нельзя же вести захват игры, правильно? Надо все через жопу делать, как в Ubisoft. Учитесь у них. Так. Я думал, что после Кирата не буду лазать по всякому дерьму. Ну, что делать? Ой, Кират. Far Cry 4. А, понял. Погоди, так ты же и не лазишь, чувак. Вообще-то лажи я. Я совсем забыл рассказать о космокрабах. Они живут под землей. Извини, что так вышло. Облажался. Я уже понял. Извини? Может, скажем, что здесь происходит? Чел, смотрел фильм «Дрожь в земле»? Нет. Космокрабы двигаются под землей точно так же. Изучи их хорошенько. Они захватчики. Их надо остановить. Спасибо за инфу, братан. Рина говорила мне, они хотят использовать ее, чтобы вторгнуться на землю и сожрать всех людей. Бред какой-то. Верно. Люди станут пищей для пиарах Нидов, расползающейся по всей вселенной. Ты уверена? Они, ну, не выглядят настолько уж разумными. Но, это так. Мелкие гады стащили энергомодули, чтобы Рина не могла включиться. И если мы попытаемся вернуть их на место, можешь не сомневаться, эти твари будут недовольны. Я постараюсь побыстрее тогда все сделать. Ну, не за первую серию, конечно же, я это сделаю в любом случае. Так. Дальше сюда. Наверное, интересно вот так путешествовать, играя на геймпаде, да? Слушайте, неплохие такие вышки вы, конечно, тут придумали. Но что дальше-то? А. Слушайте, надеюсь, он зацепится тут. Аллилуйя. Если бы он упал, я бы этого не простил. Все, готово. Работает. Вышка захвачена. Антенна установлена. Функции улучшены. Отлично, Ник. Спасибо за помощь. Если изучишь карту, узнаешь расположение всех энергомодулей в этой области. То есть, дополнение представляет из себя оригинальный сюжет пятого Фаркрая. Тупая гринделка, чтобы выполнить финальные миссии. Ммм, походу, да. Активация терминалов разблокирует чертежи нового оружия и предметов. Спасибо. 3D принтеры можно найти на всех антеннах. Понял. Узнать о наградах можно в дневнике. Понял. Понял вопросов пока что нету. О, вот эти две точки. Похоже, это там на меня огромный космокрап напал. Я засекла сигнал твоего гравипояса неподалеку. Он повысит твою мобильность, уменьшит урон от падения и поможет добраться до центра трансференции. О, да ладно! Мои реактивные рации еще работают! Чувак! Так, давай-ка их найдем. Окей, гоу. А, погоди. Журнал. Так, сюжетное задание. Подожди, задание с терминалами. Задание Херка, дополнительное задание. Ладно, пока поуполняем основное задание. Вы справляетесь в центре трансференции. Что за трансференция, блин? Трансференция это будущее. Она подключает мое сознание к кибермашине для убийств, типа ED-209. А, погодите. На Марсе нету гравитации и я умер от падения. На Марсе нет гравитации и я только что умер от падения. Кто из нас двоих не закончил школу? Я или разработчик этого дополнения? Ладно, понял. Буду потихоньку спускаться. Уменьшит урон от падения. Ладно! Мои реактивные рации еще работают! Чувак! Так, давай-ка их найдем! Надеюсь, тут-то я могу спуститься? Каблин, грави-пояс, отправляйтесь в центр трансференции. Блин, кошмар. Трансференция это будущее. Она подключает мое сознание к кибермашине для убийств, типа ED-209. Трансференция это будущее. Да, мы в курсе, Лина, мы в курсе. Блин, она пытается убедить меня забыть о бренном теле и жить себе дальше роботом. Ну, у меня хорошее предчувствие, чувак. Разблокируешь люс? Ждите. Я уж думал, этого никогда не произойдет. О, черт! Это что? Моя рука? Ну, а чья еще ты умник? Эм. Ты разблокируешь, нет? Овца, блядь. Так, подберите... О! Части тела Херка. Прежде чем покинуть Марс, вы должны собрать все части тела Херка. Вы можете отслеживать свой прогресс в разделе части тела Херка. Мои сканеры нашли еще несколько органических аномалий. Блин, серьезно? Мое тело разлетелось на куски? И как нам их все найти? При помощи трансференции ты сам сможешь обнаруживать подобные аномалии. Б. Рукав. Заключим же пак. Находим части моего тела и собираем меня, как шалтай болтая. Нет никакого смысла спасать мир, в котором нет твоей очаровательной зайницы. Рады, что вы согласны. Трансференция — это будущее. Ну, какой-то слабый пистолетик против этих арахнидов. Наконец-то мне открыли путь. Я так этого долго ждал. А, я так понимаю, вот сюда не наступать. Не наступать. Без них до центра трансференции не добраться. В принципе, передвигаться по Марсу безопасно. Лучше держаться подальше от песков. Ну, я понял. Это как в Half-Life втором было. Забучие пески и все такое. Не ходите по коричневому песку, привлечайте арахнидов. Под землей можно их... Ага. Наблюдать за ними. Смотри, ботани, чувак. На песок не наступать. Да я... Да уже похер. Уииииииид. Твою мать. Наверное. Ай, бляха. Ай, бляха, муха. Сука, у меня же арахнопобия. Идите нахуй. Ааа, не надо. Ааа. Ха-ха. Блядь. Я понял Ну, хорошо, я буду избегать этого песка Спасибо, что сказали Я уже понимаю, что мне не понравится это дополнение Почему? Хёрк в пятом Far Cry был одним из самых уродских персонажей Потому что он постоянно говорил без остановки При этом он настолько много говорит Что мне не могут открыть даже путь До следующего задания То есть, сколько я ждал, пока мне этот шлюз откроют? Напомните Я, по-моему, минуты три как минимум ждал Поверьте, это очень долго Это же прайм тайм У меня определённое время выделено на каждую серию прохождения Нужны, нужны, только дай я допрыгну вначале дотуда Блин Ох ты, это же мой таз О Сейчас заберу Твой таз Неплохо Это что такое? Гравипояс Улучшает вашу мобильность в воздухе Активируйте его, нажав пробел Удерживайте С, чтобы быстро опуститься Находясь в воздухе, нажмите С, чтобы парить И таким образом снизите расход энергии При использовании гравипояса вы не получаете урон от падения Надо потестить его сейчас для начала Давайте потестим Ага Я понял, как это работает Ник, ты бы знал, как тебе повезло Ник, говорю тебе, нет ничего гаже, чем думать, что нашёл таки свой отхреначенный хрен А потом понять, что хрен там, это не хрен Посочувствуй мне Ты дурак, блин Ты дурак просто Расчленённый, выполнено Прикольно, весело, интересно А что дальше? Доберитесь до центра Надо найти всё, что от меня осталось От висков до пальцев ног Всё, чел, Ирина вернёт меня к жизни Ирина, блин Это невозможно Чёрт С2 С 3D-принтером Рины И космоспермой И возможно всё Глупости, хёрт Вы силенцией сделаете Уязвимое место Арахнида Стрелять в незащищённую область красного цвета На спине Ой, извините На спине Арахнида Ты великим Ты станешь бессмертным Незакрушимым Станешь совершенным Хотя доля истины в этом и есть Я должен признаться, Ирина Я влез в эту шкуру временно Тебе чужды человеческие радости, Ирина Хлотские утехи Упоение чувствами Опражнение кишечника Знаете, я по возможности буду туда стрелять Потому что не хочется их сагрить в очередной раз Ладно, погнали Так что, народ Если вы будете писать по поводу проседаний каких-либо Я сам знаю Это из-за записи рабочего стола Я буду хорошим роботом Как R2-D2 с пулемётом R2-D2 с пулемётом О, отсылочка на Звёздные войны Так, надо ещё Понадыбать Ресов Давайте Ресов Понадыбаем, да, немножко Как бы фармить я в этом дополнении не собираюсь Но тем не менее Найден центр трансференции Так А можно карту открыть? Ага Я понял Кажется, нас просто проведут по всем вот этим точкам Ну и всё Прикольно Блин, чел Теперь я сгораю от нетерпения Поверить не могу Что через пару минут Стану холодной Бесчувственной машиной смерти Это будет круто, чел Круто Видите, он Говорит, говорит, говорит Говорит Не затыкается Вообще Ни хера не затыкается Эм А как мне Пройти туда? Не, я понял, что По воздуху Это Это естественно Ну, я имею в виду Какой-то безопасный путь там есть, нет? Давайте тут посмотрим Ой Кажется, я немного не туда запрёл Эта херня дамажит? Не, она не дамажит Всё нормально Эм Слушайте, хороший вопрос Как мне проникнуть О Вот как Клёво Так Терминал на верхнем этаже Рупи питание И воспользуемся Камерой трансференции Выполнено Лети как ветер, обезьянка Обезьяны не летают Ещё бы так, говница Питание центра восстановлено Нет, телепорт не надо мне Телепорт Спасибо, я понял Я знаю, что такое телепорт Камера готова к использованию Вот, мне нужен 3D принтер Так У меня 282 Хрени этих Так Продлеватель жизни Космическая броня Даст вам нехилое усиление А, это расходуемые предметы И что ещё? Мгновенное излечение Бум Космобинты Улучшение скафандра Космокрылья Укрепитель Ладно Пока ничего из этого брать не буду Так, оружие 450 Лазер-бластер стоит Винтовка тоже 450 Угу Ну, значит, коплю Ау, как светло Слышь, тату-брат Окей, пойду суну его туда Я надеюсь, вы не против Я бы его сунул туда Где он мог бы заткнуться До конца дополнения О, боже мой Огромный космокраб Окей Да не хочу я менять оружие Так у меня нихрена нету Алло Ау, ау, ау Я теперь понимаю Зачем мне рекомендовали Золотаться Золотаться Взять что-нибудь Золотаться Готово Не хотел бы я именно за это мстить Но, видимо, пришлось Так, клади меня туда И голову не забудь Иначе не соберем Человеческую херконожку Херконожку Так, надо сначала полутать Тут у нас хрень Так, тут Чуть-чуть все-таки было Блин, я думал Во всех этих бочках Будет по сотке валяться Но нет Четырнадцать Блин, в этих бочках Конечно, очень мало ресов Ну ладно Так Смотрите, проседание Заколебали Почему нельзя было По-нормальному Оптимизировать Игру для записи Бороду растряпишь И что мне делать? Превратите щерка в робота Сделано Вот Это Да Я бробокопчел Иборг Полуробот Супермашина Боженьки, мне нужен саундтек Так, подбираем его обратно Ну все Теперь у нас есть Своеобразный робот-помощник Бробот Выполнено Можно использовать Как робота-наемника Бробот будет Сопровождать вас И защищать От всяческих угроз Он не может умереть Но его можно повредить И даже вывести из строя Чтобы отремонтировать Нажмите Е Понял Удерживайте Е, точнее Давай посмотрим Что у нас там Бробот Сила музыки Лучший диджей на Марсе В робота закачаны Свежие треки Понятно И спускает электромагниты Импульс Понял Понял Что делаем дальше? Вау Хата королевы арахнидов А что дальше-то делаем? Энергомодуль еще у тебя Пойдем к ближайшей антенне А, то есть все Теперь обучение закончилось Начинается открытый мир То есть Я так понимаю Все дополнение стоит из того Что нам нужно захватить Все вот эти хрени Записи Ларии Это второстепенно Я думаю Клочниксон тоже Геотермальные аномалии Тоже второстепенно Королевы тоже Вот части Херка И терминалы Это уже наверное Основное задание Погнали туда Рина А как метку поставить? А, вовсе Ну я понял То есть Дополнение Как я сказал Это гринделка Из того Фаркрая Чтобы отправить робота В бой Представляете Нажмите G Так чел Готовься к мега стояку Внимание У твоего дружище Братонатора Такие лазеры Что этих крабов На атомы порвет Мое новое Идеальное тело Способно выдерживать Все виды агрессии Ты просто показывай Куда идти И я пойду Даже спорить не буду Если только ты не заговоришь Про мартышек Ясно Если вдруг случится Жопа И выхода не будет Используй меня Я запросто отвлеку их Ты видел Как я теперь танцую Сука Да, да Я понимаю Ты восхищен Я восхитителен И это отвлекает тебя От того Что нашим собратьям Людям нужны герои Которых они заслужили Нужно найти еще Энергомодули Смотри Там вроде рядом Антенна Это не важно Важно Чтобы ты понял В какой мы все Опасности Потому что Я не понял Я облажался Я ни хрена не понял Вообще Всего-то хотел Впечатлить Рину И справиться Со всем сам И что в итоге Мое тело Разнесло По всему Марсу Зря я ей сказал Что я величайший Воин Земли Теперь-то я все понимаю Но чего не сделаешь Ради перепихона Вот я и говорю Что не надо Быть дураком Николас Не надо думать Что ты первый парень На деревне Нужно быть скромнее Серьезнее Нужно включать мозги Впереди Антена Все как в прошлый раз Лезешь наверх И включаешь терминал Ага Разбираешься с арахнидами И потом все остальное Крабонаты Вы можете собирать Крабонаты Из яиц королевы Крабонаты Можно бросать В арахнидов Как гранаты Арахнид будут атаковать Тех арахнидов В которых вы попали Понял Ау Веселуха Иди вали его Пусть какая-то польза будет Мне надо оружие Срочно другое найти Так Так полутаем их Сколько у меня Кстати уже валюты Местный О почти 600 Нормально Почти 600 набрал Погоди Вот сюда надо Ну да Это будущее Роботы Не стареют Не гниют Не умирают Роботы Вечные Ну да Хочешь стать вечным Не край Да не Не Да отвали Что произойдет Когда Арина Восстановит питание Когда вы восстановите Питание терминалов Я снова получу Доступ К своей сети Отлично Будет перезапущено Она поможет Справиться с арахнидами Чего? Армия? Повторяне вернув управление Я направлю роботов К пусковому модулю И отправлю их на землю Блин Боже Да Это будет круто Черт Это же чудовищно Готово На самом деле Кстати я думал Будет гораздо хуже Ну Как это Не страшно говорить Но кажется Я уже привык Так И осталось Я так понимаю Долететь именно дотуда Все Изи Антенна Поехали Готово Все Выполнено Так Полегче Я чуть не ослеп От всех этих вспышек Что это за хрень? Я отметила Расположение Частей тела На карте А точно Мне же еще Херка собирать надо Антенна В полночных горах Восстановлена Восстановлена Расположение Энергомодулей Обновлено Прикольно А теперь я наконец-то Могу себе оружие Нормальное купить Так Здесь что-то есть Новое? Да Есть Смотри Больше адских взрывов Больше взрывов За те же деньги Взрывай Не хочу Это улучшение Скафандра Го Отлично Больше адских взрывов Спасибо за Озвучку Так Есть Дробовик Есть Винтовка Эм Ну-ка Дробовик возьмем Почему бы и нет Во второй слот Бум Чик-чик Да, чувак Бум Чик-чик Так Эм Части тела Херка Нет, это Энергомодуль Насосная станция Погоди А части тела Где? Ну ладно Я к этому Еще вернусь Погнали дальше Круто Я засек То, что нам нужно Рядом с Энергомодулем Проверим? Заглянем под каждый Лежачий камень Послушай, Ирина Я тронут Ведь ты не горишь Желанием снова Сделать меня Человеком Мы достаточно Мы достаточно С тобой Общались Херк Я знаю Логика К тебе Непременима Ух ты Приятно Это слышать Ты меня Понимаешь Херк Может Займемся Спасением Мира Не край Прав А как мне Королев Полить Кстати Просто Рандомно Бегать И королева Заспаунится В одну Получено Силовое поле Кайфолом Чтобы получить Временную защиту От урона Его можно Активировать Двумя способами Либо выбрав Селекторы И оружие Нажив F Либо Использовав Y Во время Игры Понял Кайфолом Знаете По моему Тут Реса Слишком Много Дают Или Второе И третье Оружие Оно Будет Слишком Дорогим Капец У меня Сейчас ФПС 30 Наверное В игре Почему Нельзя Было По нормальному Оптимизировать Для записи Far Cry Я не хочу Shadow Play Записывать Серьезно Это тупо Некоторые Королевы Прячутся В насосных Станциях Чтобы Выманить Их Убивать Арахнидов Или уничтожать Яйца Вау Впереди Насосная Станция Ц1 Внимание Рядом Скопление Арахнидов Королева Отложила Там Яйца Королева Яйца Ты все Запомнил Омега Энергомодуль У королевы Нужно Его Забрать Ясно Убивая Ее Потомство То есть Детишек Я не хочу Убивать Детей Они Не дети Ясно Это Маленький Монстр Чел Слушай Ты же не запариваешься Когда ешь Скажем Мини морковь Или телятину И потом По другому Нам все равно Никак не достать Энергомодуль Вот тут бы кстати Винтовка пригодилась Если честно О Мне явно нужен Пистолет покруче Давай чел Тоже вали Я уже стал Разговаривать Даже как Херк Чел 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 Минус Ну А Уничтожьте яйца И гнезда Убейте арахнидов Я понял А где здесь яйца Кстати Вот тут Эм Кажется нет Зато здесь есть Космобинт Стоп Или это не Космобинт А да Космобинт Ну и клево Сосать Урод Я не понимаю Где эти яйца Тут расположены Я бы очень Хотел их Уничтожить Ну все Я понял Как это делается Я понял Как этих королев Надо выманивать Да ты сука Спасибо 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 что не убили Неужели это последний А вот и королева Где А погодите Та была не королева А вот это Видимо она Королевушка Отличный перевод Окей Гоу А королева арахнидов Атаки ближнего боя Королев Отравляют жертву Это кстати херово Если дальняя атака королевы Нанесет вам урон Запас энергии оружия И гравипойса Уменьшится Сука Раненая королева Зарывается в землю Уничтожайте арахнидов Яйца или гнезда Чтобы выманить ее обратно После убийства королевы Оставшиеся арахнидов Сбегут с поля боя Поэтому передвижение По песку Какое-то время Будет Безопасным Ясно Нихера Отличный был кадр Твоё лицо красное От натуги И взгляд Такой сосредоточенный Что за Кусок меня движется Он внутри королевы Да ладно Энергомодуль Внутри королевы Серьезно Если бы параллельно Не надо было От этих еще Отбиваться Было бы великолепно Если честно Ну так гаси ее Челик У нее очень много хп Это очень напрягает Чувствую как будто Играю на Плейстейшн 3 Реально Грави пояс разряжен Блин Мне бы к ней в упор подойти С дрободаном И всадить Но я не могу Ну ладно Первый и третий хп Почти снесена у нее Если честно Это уже хорошо Эм Так ладно Не важно Бля Мне звонят гайз Так гайз Продолжаем Надеюсь кстати Пауза поставилась У меня на записи Это доставка Жесткого диска С ССЗшником Ну все Я думаю Третий я и точно снес Ну да Если ты отрубишь Херка Я буду только рад Дура Че орем Она уходит Мочу 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 А Где А еще хоть один есть Тут рядом Нажмите С Чтобы парить Ха-ха-ха Вот это шутка Так Она вернулась За ней Злится что ты гасишь ее веток Кончай с королевой И достанешь с нее кусок меня Ааа Так там кусок Херка внутри Я думал там кусок Не знаю Ну энергомодуль какой-нибудь Не Да ты сука Да сука Давайте с дробовика И бахнем Да ты сюда Беги дура Сосать На На Я не достаю до нее Нет Дробовик была херовая идея Против этих королев Надо винтовку было брать Или бластер Вообще Ух ебать А это жестко Задрало Она опять сейчас прятаться пойдет Да сука Хелься Молодец Я рушился дождь Смотри Оп Иди Это наебка Они что вырубили Херка Серьезно А вот хер тебе дура Готово Убил Ебой Королева убита Одна из 15 Что там было написано Убейте еще четверых И что-то будет Ну и валите Что Обосрались О, сердце королевы Королевские трофеи В трупах королев Можно отыскать энергомодули Большое количество Гемолия И сердце королевы Чтобы взять сердце королевы Откроет сумку Для метательных предметов При попадании сердца королевы Провоцирует всех ближайших арахнидов Атаковать друг друга Понял Отлично Бой не издалека Как говорится Да Ты прав Не была твоя рука Это что Если арахниды увидят его Они нападут друг на друга То есть если я кину эту дрянь Крабы будут драться друг с другом За сердце женщины Кое в чем мы с ними похожи Херк Эти твари хотят сожрать всех на земле Ути вселенной неисповедимы Николас Помещение с терминалами открыто Можно входить Ура Давай тогда перезагрузим И на этом первую часть прохождения закончим Но это же первая часть Правильно Не волнуйтесь Продолжение следует Как говорится Как раз запись звука проверю Надеюсь микро нормально слышно Я с ней походу никогда не разберусь Все Готово Все Шахта в полночных горах Восстановлена И Станция С1 Восстановлена Мощность восстановлена На 25% Отличная работа Но расслабляться Пока рано Я уже не уверен Что с этим справлюсь Ты справишься Ник Ты должен Опасность ждет За каждым углом Но я помогу тебе Эй Теперь я могу отметить На карте Расположение всех антенн Их восстановление Твоя первостепенная задача Иди же Ник Спаси меня От мерзких тварей Я верю в тебя Я здесь Ты Спасешь землю О Вот оно что Ясно Ладно Побуду брелоком Абсолютное оружие Классный брелок Гениально Рина Ну ладно Вперед Герой-одиночка Что спасет землю И без моей помощи Ребят Продолжим В следующей части Спасибо за просмотр Услышимся Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok